Тверская область И действительно, уже давно немодным стало вспоминать пресловутый 72-й год С его засухой и пожарами Куда ближе к нам 2010-й Хотя, если вспомнить, то за последние 20 лет подышать дымом Отечества Тверичанам приходится чуть ли не каждое лето Стоит только чуть задержаться в наших краях сухой погоде Как сразу же то в одном, то в другом районе области начинает дымить И что самое плохое Горят не только трава и деревья, но и торф Такова особенность региона У нас практически в каждом районе есть большие запасы торфяного сырья Щетверская область, она обладает запасами равными 2 миллиарда тонн Пересчёте на условное топливо То есть это очень большая цифра В нынешнем году эта большая цифра запасов торфа Вновь материализовалась в большую цифру количество лесных пожаров Они вновь заполыхали, а точнее сказать задымили на десятках гектаров Одним из эпицентров стал Конаковский район Вот из таких отверстий, напоминающих норки грызунов Выходит дым, горящий повсюду под стилки Температура песка, земли такова, что даже в армейских берцах стоять горячо И здесь как никогда жизненно звучит фраза Земля горит под ногами Стоит напомнить, что Конаковский район Уже давно стал, если не подмосковным, то примосковным Здесь всегда пруд пруди столичных дачников Включая федеральных министров и даже самого президента Ведь резиденция Русь располагается именно в этом районе Да и до самой Первопрестольной рукой подать Видимо, в том числе и поэтому Конаковские пожары Особенно активно освещались московской прессой Может быть и поэтому на помощь тверским спасателям Командировали их коллег с целого ряда регионов центра страны Смоленска, Липецка, Тамбова, Ярославля и других субъектов Всего свыше полутора тысяч человек Около трехсот единиц техники С десяток самолетов и вертолетов Брошены на борьбу с огнем Учитывая масштабы бедствия Такая концентрация человеческих и материальных ресурсов Выглядит вполне оправданной Площадь, которая возникла здесь Безусловно, группировка сил и средств работает по Тверского гарнизона, работает по разным направлениям И в этом гарнизоне недостаточно сил и средств Поэтому руководством министерства регионального центра Было принято решение о наращивании группировки сил и средств Для того, чтобы минимально короткое время Локализовать, ликвидировать, справиться с тем пожаром Так что этим летом жизнь в Тверских лесах, что называется, бьет ключом Повсюду слышны голоса Шумят автоцистерны То туда, то сюда приползает бульдозер В небе, как пчелы, постоянно снуют вертолеты По всем тропинкам проложен километр шлангов Или, как говорят пожарные, рукава Давление воды в которых обеспечивает специальная установка У нас работает очень хорошая современная установка Шквал, который позволяет нам организовывать подачу И запитывать воду по четырем магистральным линиям И обеспечивать устойчивую подачу Нормальную интенсивность подачи воды на квадратный метр Вообще, напичканный пожарной техникой лес Навевает какие-то тропические ассоциации Во-первых, и жара стоит тропическая А тут еще по всем тропинкам и опушкам Словно питоны расползаются на сотни метров пожарные рукава Заправляющиеся в водоемах автоцистерны Напоминают слонов, пришедших на водопой где-нибудь в Черной Африке Кстати, обилие рек и прудов заметно помогает спасателям Отмечает Иван Лунев Хорошо, что и Волга проходит по территории И водохранилищ, и ряд других водоемов, безусловно Это очень положительный вопрос Здесь, как я уже сказал, ближайшее московское водохранилище Где мы сейчас установили шквал и работаем с подачей огнетущих средств Здесь внутри на территории тоже на расстоянии полутора километров имеется водоем Да, это, конечно, получше Среди многочисленной техники, работающей в лесу Наше внимание привлекли даже не вертолеты и самолеты А вот этот вездеход, делегированный сюда липецкими спасателями Водитель такого во всех смыслах слова внедорожника Говорит, что, по сути, это горьковский микроавтобус «Соболь» Только поставленный на гусеничный ход Чтобы траки не гремели на весь лес И они, и катки, и даже балансиры обрезинены Хотя, конечно, главным достоинством вездехода является его проходимость Себя может спасти, вытащить лебедку, не установленную для буксирования Можно другой автомобиль подтянуть за счет этой лебедки Ну, все навыки у него, все И так же можно, как по грунтовым дорогам на нем эксплуатировать Так же можно по асфальту, по жестким покрытиям С какой скоростью он передвигается по асфальтированной и по бездорожью? Бездорожье, смотря какая грунт там, если затрудненным, можно там 20 А по асфальту можно до 80 км в час Ну, конечно, рабочие лошадки пожарных Это, как всегда, автоцистерны На одной из них Александр Шайторов Вместе со своими коллегами прибыл из Смоленска Машина вмещает 2,7 тонны Во-первых, машина очень проходимая Это ЗИЛ-131 Машина старенькая, 83-го года Но надежная, не подводила еще ни разу Передвигаемся, ехали со Смоленска 480 км сюда Машина не подвела в дороги Не подводит в работе Все работает хорошо Сейчас автоцистерна Александра используется Как источник воды для таких вот ранцев Вооруженные ими сотрудники МЧС Борются с огнем, что называется, в ручном режиме Они относительно не тяжелые Потому что состоят из легкого материала Емкость 15 литров, больше ведра получается И с помощью штанга к насосу Насос как на вытягивание Втягивание, то есть два качка Получается, два раза производится Переключается здесь клапан Может работать Как вот сеточка душевой Либо может работать направленной струей Работает с ними Не для тушения пожара Они работают по кромке леса Если вдруг изменяется ветер Где-то открывается пламя То есть мы сбиваем пламя То есть не даем ему распространяться дальше Вон там как раз пламя Ну и естественно автоцистерны Работают тут и самостоятельно Сметая огонь мощной струей из лафета Однако в том-то и особенность Тверских лесов Что даже здесь, под Радченко Где как таковых мощных пластов торфа нет Все равно воды надо вылить очень много Чтобы все окончательно затушить По одному и тому же месту Пожарным приходится работать по нескольку раз Вот только здесь проливали из лафета И снова разгорается небольшой огонек Идет прогревание слоя И естественно сверху, когда ложится вода Да, оно охлаждает Да, оно идет небольшая перемешка Но этого недостаточно Необходимо серьезное И достаточное количество огнетущего средства Причем внутрь Внутрь туда Где наиболее высокая температура Ведь сверху вниз-вниз А там идет процесс физико-химического разложения А значит тление, горение торфа И нужно работать по всей глубине По периметру И нужно, как я сказал Каждый сантиметр, каждый миллиметр Торфозалежа должен быть перемешан Доктор технических наук Олега Мисникова Такая водонепроницаемость торфа Совсем не удивляет Это ведь одна из его особенностей Говорит он Торф очень плохо смачивается водой Даже если торфяное сырье высушить До влажности 40% Он начинает обладать гидрофобными свойствами То есть он отталкивает воду Это еще усугубляется больше Если мы начнем термически разлагать торф А по сути дела Сейчас идет неполное термическое разложение торфа При тлении его, при горении Значит, соответственно Выделяются битумные компоненты Которые еще более затрудняют смачивание его водой Поэтому очень сложно его загасить именно водой Вот и приходится спасателям С каждым гектаром торфянника Возиться, как огороднику По весне тщательно перекапывающему грядку Вот только торфяная грядка Она далеко не метр и не два в глубину Как правило, очень серьезная глубина залегания И тушение пожаров без специальных средств В том числе и торфяных стволов В том числе окантование Прорывки канав Деление на сектора, на участки Заполнение данных канав Перемешивание Делая его почти что таким, как тесто Вот именно в этой особенности и есть технологии Здесь это сложный процесс, то есть необходимо Очень большое количество нитущих средств Мы говорим в данном случае воды Надо использовать в отдельных случаях И безусловные смачиватели специальные Которые позволяют более эффективно Работать в этом направлении То есть это трудоемкая Объемная работа Отдыхать от трудов праведных Спасатели приходят сюда, в лагерь Здесь и обедают А кто-то ухитряется и подремать Своим бытом члены этой межрегиональной Сводной бригады МЧС вполне довольны Питание хорошее Все временно привозят горячую пищу Чай, кофе Подвоз топлива Все своевременно Ни задержек, ничего нет Живем В школе нам оборудованы спальные места В школе есть горячая вода Есть где помыться Есть устроенный туалет В принципе все в условиях устраивает А вот это штаб лагеря Здесь распределяются силы и средства Здесь принимаются управленческие решения Сюда стекается вся информация О каждом возгорании на окрестных пожарах При этом сотрудники МЧС С сожалению признают Что все их усилия регулярно сводят на нет Любители пикников И просто похода в лес Именно люди являются главной угрозой для лесов И жаркая сухая погода Здесь абсолютно ни при чем Однозначно можно сказать, что торф сам Загореться не может Торф поджигают Поджигают люди В основном 90% это поджигает человек Либо деятельность человека Связанная с какими-то другими вопросами техническими Но тем не менее все равно это человек Допустим автомобиль там Или еще что-нибудь поджигает от искры Это все может Только 10% приходится на какие-то явления Типа грозы Вот такие природные явления Которые тоже могут поджечь Сам торф не возгорается Как бы на нем не светило солнце? Как бы на нем не светило солнце? Мы видели в средствах массовой информации Тут промелькнуло Как насыщают кислородом Торфяную залежь И она начинает гореть Но для того, чтобы лучше было видно Они подставили увеличительное стекло Так что это от лукавого Все вы понимаете Что мы в детстве Сами использовали Увеличительное стекло Для того, чтобы прожигать Там деревяшки и так далее Конечно, если через Увеличительное стекло Конечно, зажечь можно Но в чистом виде Вот если как солнце светит На торфяную залежь Никаких возгораний Произойти не может Мы проводили такой эксперимент Когда в 2010 году Были тоже крупные торфяные пожары И одна из телекомпаний Приезжала сюда съемки делать Значит, мы провели эксперимент И на высушенный торф Бросили окурок И на 30 минут Ушли в лабораторию Снимать ролик После того, как мы пришли С лаборатории Деяло воронка Размером от 20 до 30 сантиметров Причем даже ветер не дул Практически все это В тихом месте было Если бы дул ветер Насыщение зоны горения кислородом Соответственно, этот очаг пожара Моментально бы распространился По торфяной залежи Чтобы люди окурков не бросали И вообще до минимума Сократили свои визиты в леса Сотрудники МЧС В прямом смысле слова По дворам ходят Взывая народ к сознательности Чрезвычайная ситуация В связи с постановлением Главы администрации Так что В лес никуда не ходите На торфяники не выходите Соседи увидите Сообщите, пожалуйста О том, что Особая чрезвычайная ситуация И с 30 числа И до Пока, как говорится Не ликвидируется сгорание Нежелательно посещение Ну, не то, что нежелательно Просто запрещено посещать И езжать на торфяники И догадывать Однако сами спасатели И признают Как показывает нынешнее лето Даже 2010 год Никого и ничему не научил Народ по-прежнему Хочет только отдыхать На лоне природы Но никак не заботится о ней Поэтому выход один Ужесточение штрафов Неосторожное обращение с огнем Это звучит очень так мягко На самом деле это преступление Это самый настоящий приступ Потому что человек Который бросил окурок Который зажег костер И не загасил его Он получил то, что мы получили Допустим, в Канаковском районе Там задействовано большое количество Единиц техники Тысячи людей Которые, значит, тушат эти пожары Самолеты, авиация Ну, то есть, понимаете Какие расходы Даже хорошо Человеческих жертв еще нет Вот Но расходы Экономические расходы Колоссальные Поэтому надо как-то Ужесточать и наказание В этом случае Должна быть система ответственности За каждый проступок И этот проступок Должен быть соответствующим образом Рассмотрен Да, наверное, может где-то И жесткое ограничение При объявлении Особого противопожарного режима Допуска в леса Запретить полностью Здесь и за Неконтролируемое сжигание Разведение на неустановленном месте Костров, огней Здесь должны быть более жесткие меры Как к гражданам Так и к юридическим лицам При этом, что касается пожаров В Конаковском районе То здесь, возможно, наконец-то Всерьез накажут Виновников возгорания Здесь есть вот уже сегодня По возникновению данного пожара Возбуждено уголовное дело И, естественно, виновное лицо Будет привлечено Установлено порядком к ответственности Это меры адекватные Однако окончательно От торфяных пожаров Можно избавиться Только возродив промышленную добычу Этого ископаемого Отмечает Олег Мисников Который сам когда-то работал На торфопредприятии Он, не задумываясь, перечисляет Весь комплекс необходимых мер Это частично обводнение участков То есть восстановление Болотообразовательного процесса На тех месторождениях Где добыча торфа велась Но запасы его небольшие И там можно эти вопросы решать Второе Это, конечно, надо налаживать добычу торфа Именно добычу торфа Потому что добыча торфа Это основной фактор Который снижает пожароопасность На этих территориях Потому что на тех территориях Где идет крупная добыча торфа Всегда есть участки Всегда есть персонал Технологическое оборудование Оборудуется дополнительными Средствами пожаротушения И культура поведения на болоте Совсем другая На торфяном месторождении В этом случае Потому что первая заповедь Людей, которые добывают торф Это не допустить пожара А уже вторая заповедь Это добыть торф Для того, чтобы получить какую-то прибыль Так было всегда И в тех странах Где идет крупномасштабная добыча торфа В Финляндии Значит, Ирландии Белоруссии Мы видим, что торфяные пожары Такие, как у нас Подобные в 2010 году Или в этом году Они не возникают И совсем не обязательно Использовать торф Как топливо Это же отличное удобрение Отмечает Олег Мисников Для Тверской области Где почва Отнюдь не чернозем Это особенно актуально Однако пока Ни властей Ни предпринимателей Такие перспективы торфа Никак не интересуют Видимо, дешевле Каждый год Выделять огромные суммы На ликвидацию пожаров И понятное дело Что наше МЧС С ликвидацией огня Отлично справится Уж в чем в чем А в профессионализме Наших огнеборцев Сомнений ни у кого нет Вот только даже Если все оперативно потужит Радости тут немного Ведь на этом месте Еще долго Ландшафт будет напоминать Хиросиму После бомбежки А на восстановление Изначального хвойного леса Уйдут долгие десятилетия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова